Приветики, с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И мы вместе с Дедом Морозом поднимаем вам новогоднего настроения. Желаю вам всем предновогоднего настроения и предрождественского. А у нас в Италии новости, дорогие мои. Мы четыре дня свободны в передвижениях. Раз. Плюс рестораны и бары открыты в обеденное время до шести часов вечера. Поэтому с удовольствием можно выпить чашечку кофе и съесть какой-нибудь брюш вкусненький и сладенький. А у меня сегодня по гороскопу, дорогие мои, покупка подарков. Не только всем, но и себе любимой тоже, что я и делаю. И, конечно, я тоже и дарю подарки. Мне это тоже очень нравится. Итак, поехали! А у нас сегодня плюс 16 градусов, дорогие мои. Я хотела вам показать, какие у нас горы, совершенно без снега. Весь снег, который выпадал на эти дня, он весь растаял. И уже мимоза, смотрите, она уже почти начинает желтеть. В этом году мимоза будет очень-очень ранняя. А я решила зайти вот в этот магазин, который рядом с моим домом, потому что еще не купила себе трусики предновогодние, красные, чтобы была удача. Конечно, перед входом обязательно мерить температуру. Сам себе хозяин, так сказать. Ну, у меня показалось, что непонятное. А это снегурочки я нашла. Да, не только Дед Морозы, оказывается, есть, но еще и снегурочки всякие разные. Смотрите, какие они красивые. Конечно, все хочется прикупить. Но я нашла все это красное, которое можно не только трусики, но и всякие разные штучки надевать на Новый год на удачу. Вот и елка здесь, конечно, тоже присутствует. Можно всякие платья бриллиантовые тоже накупить. Короче, все есть на любой вкус. Эти такие вот интересные, всякие такие хо-хо-хо, интимо. Ну, трусики интимо-неинтимо, а трусики новые на Новый год нужны, красные. Чтобы обязательно-обязательно присутствовала удача у нас, дорогие мои. Потому что удача у нас нужна всем. Абсолютно. И маленьким, и большим, и взрослым, и детям, так сказать. Ну, в общем, такие вот есть вот интересные и прикольные даже трусики, которые для мужчин. Или такой для парты. Всем привет! Я с вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви, мои дорогие. И сегодня, сегодня уже после обеда, я съездила, наведала моих хороших, близких, знакомых. Они практически мои не только друзья, знакомые, но и родные. Потому что в их доме я была прописана больше 15 лет. И благодаря им, мои дорогие, я получила все-все-все документы. Ну, и потом покажу вам фотографию. Садели. Ей 75 лет. Но они шустрые и веселые всегда. А сейчас я возле замечательного магазина Росси. Профумерия, которая моя самая любимая, где я постоянно покупаю мои духи. Ну, кто кому нравится, какие духи, не знаю, что кому нравится. А мне нравится Шанель номер 5. И я нашла такие флакончики для сумочки. И в этой профумерии я покупаю такие, как они говорят, рикарики. Те, которые вставляются в эти флакончики. И очень их удобно носить в сумочки. Можно даже самолет проносить, потому что там 20 миллилитров всего. И сейчас на свой, на Рождество и на Новый год, конечно, я куплю себе духи и карандаш, которым я подвожу в глазки. Подарок. Швинченц не смог со мной поехать, он сегодня на работе. Итак, пошли за подарками. Прежде чем дойти в магазин, я хотела показать витрины. Витрины, которые здесь находятся, очень красиво украшены. Они вообще молодцы такие. И, конечно, Дед Мороз-то уже присутствует, который вон какой подарок огромный несет всем женщинам. Ну и мужчинам, конечно, но женщинам в первую очередь. Здесь есть и бижутерия такая красивая. И вот-вот витрин, на которой есть Шанель. Но я не такой пузыречек буду брать, а тот, который меня устраивает. И, в общем, вот такой магазинчик. Пойдем внутрь и выберем себе подарки. В общем, вот такие подарки получили здесь. В золотом пакете у нас два свитера, которые мы наденем на Рождество. Это подарки моим ребеночкам. Это трусы, которые мы будем надевать на Новый год. Это Винченцовские. Это мои. Обязательно красный цвет, который приносит удачу. А это, который я купила себе. Вот такой подарок. Сейчас объясню, что это такое. Вот. Я пользуюсь Шанель номер пять, но мне нравятся вот такие штучки. Вот. Раз. И приснул сразу. То есть они получаются автоматически и, как они говорят, на борце. То есть у меня получилось два таких пузыречка. Иногда я беру один в Россию и один так. То есть удобно очень. Раз. Приснул. И снова потом хоп. Повернул и закрыл. Также я люблю пользоваться такой же помадой. Тоже она называется Шанель Алюр. Нажимаешь на нее. Пинь. И она выскочила. И вот такая вот она внутри. Где там она внутри? Эй. Вот. Вот такая вот она получается. Потом снова ее закрыл. И туда. Хоп. И снова раз и вставим. Короче. Чтобы их поменять, эти пузыречки, нужно их вытащить. Сейчас вот так вот. Они очень легко вытаскиваются. И вот там вот такой вот пузыречек. Вот такие вот они, говорят, рекарики. Или, как у нас. Ну, в смысле, те, которые вставляются туда, запасные. И вот сейчас я купила три пузыречка таких. И карандашик. Вот. Так вот просто. Раз. И все. И дело готово. Потом поворачиваем. Все. И оно закрылось. Короче. Вот мой подарок. Это три таких пузыречка внутри. И еще один карандаш для глаз. Ну, если кому интересно, могу показать. Потому что он очень хорошо распаковывается. Это я попросила, чтобы они мне сделали, как они говорят, конфетционный. Диригало. В общем, вот они мои все пузыречки стоят. И сейчас я вам покажу, что тут у меня внутри находится. В общем, вот моя Шанель номер пять. Ну, там три вот таких вот маленьких пузыречек, которые внутрь вставляются. И вот такой карандашик я купила. Он называется Колистар номер одиннадцать. Вот такой вот приятный цвет, который я все время крашу глаза. Мягкий совершенно. И очень прям долговечный. Так, цвет магазин. Потому что здесь все время даются скидки. Вот посмотрите. У меня получились вот это вот. Ну, это не духи, это туалетная вода. Потому что духов не было. Я взяла это. Семьдесят восемьдесят пятьдесят она стоила. И вот этот карандаш Матита девятнадцать евро. Сразу дали два восемьдесят пять минус скидка. И потом уже на все, на все у меня еще получилась еще одна скидка. Вот семь, вот шестьдесят пять. То есть у меня получилось не девяносто четыре шестьдесят пять, а восемьдесят семь. евро, которые я заплатила за свой подарок. Но Винчанс мне дал денечки, я сама съездила, потому что ему, бедному, некогда. Он работает, работает. В общем, такие подарки у нас получились под елочку. Сейчас я снова его туда положу, потому что пока еще у меня и карандаш, и духи, и все есть. Подарки у нас уже есть. Если что, еще у меня должен один быть подарок на Новый год. Швейная машина. Но это потом. А сейчас всех с наступающим Новым годом! Дарите и покупайте и получайте подарки. И очень это здорово и весело. Главное, чтобы была елка, а под елку будут подарки. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова